Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Вы точно не хотите знать, что с Ланой? Это что, Лана? Ты видела. Даже не поздоровалась. Тоже мне. Городская. Вы что, за мной следите? Угадали. Да нет, я так с... С клиентами сегодня напряг. До города подкиньте? Конечно. Пожалуйста, садитесь. Да мчу за полцены. Пожалуйста, остановитесь. Я вижу, что вы заблудились. Извините, я просто хотел показать вам красоту нашего городка. Я оценила, но мы тут уже второй раз по кругу проезжаем. Будьте осторожны за вами, Березки отправил хвост. Ну, он, пап, похожий такой. Лысый лат, а кучерявый. Я это уже поняла. Да? А когда вы возвращаетесь? Документы по фону уже готовы. Надо, чтобы вы подписали. Давай. Ну и сколько я вам должна? Да, четвертак. Надеюсь, что Березки вам платит больше. Ну, знаете, не жалуюсь. Вот когда он узнает, что его жена работает в книжном магазине, живет в чужой семье под именем Евы Крыловой и имеет внебрачного сына, то ставки удвоятся. А может быть и утроятся. Это ведь бомба, а не информация. Удачи вам. Подождите. Я ведь не шучу. А я тоже не шучу. Посмотрим, кому он поверит больше. Знаете, а у меня к вам встречное предложение. Если вы мне поможете найти сына, я заплачу вам в два раза больше. А вот это уж другой разговор. Алло. Привет. Я только о тебе подумала. Нормально, Влад. Слушай, мне нужно остаться на какое-то время у мамы. Ну, если нужно. Как ты себя чувствуешь? Я в порядке. Дай, будь осторожен ко мне. О, видишь, кто-то телефон даже потерял. Видишь? Чей это телефон? Черт. Как чувствовал. Гнать нужно было в шею сразу. Ну, наконец-то. Геннад Николаевич сказал, что вы волнуетесь. Я волнуюсь, доктор. Мне только что сообщили, что я одной ногой в могиле. Ну, это же пустяки, правда. Кто вам такое сказал? Кто-то из медперсонала? Да неважно. Я хочу услышать от вас четкий и ясный план своего лечения. Когда я встану, и встану ли в принципе. Только давайте без ваших этих непонятных терминов и туманных прогнозов. Я слушаю вас, доктор. Хорошо, хорошо. Я, собственно, и хотел поговорить с вами об этом. Танюша, принесите мне снимки Владислава Андреевича. Она прогонит Еву. Очень хорошо. Им не о чем разговаривать. Знаешь, я все чаще думаю, зря мы, наверное, так с Верой. А как надо было? По головке погладить? Ты же помнишь, что она вытворяла? Сколько мы мотались по этим детским комнатам в милиции. А как мы ее по всему союзу разыскивали, помнишь? Да если бы не она, твой отец, может быть, бы еще жив был сейчас. А что за тайна у вас там с Евой? Какая тайна? Это я так пошутила. Лен, давай вместе с тобой помедитируем. Знаешь, медитация – это самый верный способ вернуть душевное равновесие. Ой, как во мне, так это для сектантов каких-то. Темная ты у меня, Лена. Темная. О, я тебя сейчас научу раскладывать пассиан с королевы Марьи Медичи. Да, этому ее обучил придворный маг. Против магов, надеюсь, ты ничего не имеешь, да? Тоже ничего хорошего. О, девочки, решили в картишки переброситься. Она теперь на меня до конца жизни сердиться будет? Сколько лет прошло? Жгучие эти раны очень. Как тронешь, так кажется, вот вчера вот это все и было. Не торопи ее. Дай ей время отойти. Не спеши. Вот. У той женщины, можно спросить, мне кажется, она давно здесь работает. Только я сам буду с такими общаться. Не знаю, как с ней говорить. Вот ты клип. Здравствуйте, барышня. А какая я вам барышня? У меня вот внучка через месяц рожать должна. О, простите, мадам. Мадемуазель. Я сегодня не замужем. Бабушка, ну ты чего к людям цепляешься? Вы чего-то хотели? Да. Двенадцать лет назад на крыльцо вашего магазина был подброшен мальчик. А вы кто такие будете? Мы из социальной службы. Скажите, пожалуйста, как давно вы здесь работаете? Пять лет. А двенадцать лет назад здесь был совсем другой магазин. Скажите, а из этого другого магазина здесь кто-нибудь остался? Вряд ли. Михалыч вроде всех новых нанял. Спасибо вам большое. Ну, всего доброго. Пожалуйста. Смотрите. Этот позвонок, видите? А вот этот, кленовидной формы, с вершиной. Вот этот изгиб, видите? Короче, док, что это все значит? Это значит, что восстановить ваш позвоночник мы можем только с помощью оперативного вмешательства. Понятно. Но? Что но? Ваше больное сердце. Оно может не выдержать наркоза. Поэтому для начала следует разобраться с ним. Что значит разобраться? Оперировать. Сердце. А что он еще вам не нравится? Не хотите у меня в мозгу поковырять, нет? Владислав Андреевич, есть замечательный кардиохирург. Мой друг. Для него подобные операции рядовые. Он их пачками делает. Волноваться вам не о чем. Я подумаю. А времени у нас очень мало. Я сказал, я подумаю. У меня тоже есть кардиохирург. Профессор Тарасов, слыхали? Да, конечно. Ну так вот. Я хочу собрать консилиум. Я хочу, чтобы ни один специалист указал мне на необходимость этой операции. Ваше право. Убranяй. Я хочу собрать консилиум. Убранник. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вера! Вера, Ева у тебя? Нет. А где она? Не знаю. Вера, что у тебя с голосом? С Евой все в порядке? Ты, а у меня, ты не хочешь спросить, а? Не хочешь спросить, у меня все ли в порядке? Не хочешь? Док, вы издеваетесь? В каком смысле? Почему консилиум назначен только через неделю? Ну, как почему? Владислав Андреевич непростой пациент, соответственно, и консилиум должен состоять… Да, Владислав Андреевич может в любой момент склеить ласты. Вы этого добиваетесь? Да нет, конечно. Но собрать консилиум – дело не простое. Люди-то все серьезные. Что нужно для того, чтобы все собрались завтра? Ну… Послезавтра. Не зарывайтесь. Консилиум должен пройти завтра. А掌 проверить? 쟁rah Деньги Консилиум 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 Мы поедем к ней. Да. Да. Пришло время простить друг другу. Да, конечно. Начни с Бориса, пожалуйста. Ладно? Это какой-то замкнутый круг. Ведь не может быть такого, чтобы никто ничего не помнил. Конечно, по-хорошему. Надо было бы обратиться в полицию. Там наверняка остались какие-то записи. Да нет. Полицию нам нельзя. Что мы им скажем? Или, может быть, у вас есть карточка работника социальной службы? Нет. Карточки у меня нет. Значит, Платаков, прежде всего нужно найти место для ночлега и покушать. А завтра я вам покажу, как работает настоящий сыщик. Хорошо. Нужно найти гостиницу. Посидите. Я сейчас. Вы что-то забыли? Да нет. Нужно по-быстрому проверить одну версию. Извиняюсь, а где здесь у вас туалет? А может, тебе еще массажный кабинет предложить, а? Нет здесь туалета. Домой неси. Ой, не донесу я домой. Я быстренько. Ладно, иди. Я быстренько. Я по-быстрому. Куда по-мокрому? Извините, мне бы… Мне бы, мне бы. А мне что теперь? Перемывать, да? Здесь служебное помещение. Ты табличку читал? Да, читал. Я быстренько простатит гадский замучил. Я и рад бы… О, Господи. Ну и мужик пошел. Вон там. Иди. По коридору. Направо. Спасибо вам огромное. Спасибо мне. Сделаешься? Ой, неприятно, но справедливо. А вы давно тут работаете? Ну, как Хрущев помер, так и поступило. Ты давай зубы не заговаривай мне. Хрущев в семьдесят первом году умер. Ну, что тут, получается, школьницы еще начали работать? И что? Комплименчик нашелся. Ты ищи, ищи быстрей. Погодите. Скорей. Хрущев, говорите? Так вы-то мне и нужны. Я вот сейчас охранника Витку позову, он тебе такое даст. Да подождите вы. Если у вас есть интересующая меня информация, получите гораздо больше. Вот, пожалуйста, знакомьтесь. Степанита Ивановна. Живой свидетель интересующих нас событий. Я мальчика себе хотела забрать. А вы уверены, что это именно тот ребенок? Милая моя, тут тебе не столица. Детей не каждый день на порог подбрасывают. Мне просто очень нужно быть уверенной, что это именно тот мальчик. Ребенок чудо. Красавец. Глазище. Ну, просто ангел. Не дали. Оказали, у тебя комната в коммуналке. И сама старая уже помирать пора. Сволочь, короче. Я вот подумала, а может они его на органы решили продать. Или какой-нибудь шишки бездетный. Ну, красавец же. Он такой, в щечке прям… Да, мы поняли. Спасибо большое. Но просто вы знаете, где сейчас находится ребенок или нет? Эти идиоты отдали бы в интернат. Он тут у нас недалеко. Ну, скажите, неужели в этом, в этой богадельне пацану будет лучше, чем у меня запасовка? Спасибо, Сибанида Ивановна. Вы нам очень помогли. Очень. Спасибо. А деньги? Да, все-таки я пообещал, что сведения будут оплачивать. Да, да, конечно, конечно. Возьмите, спасибо. Нихреть. Тихо, мы поняли, поняли. Зато я не поняла. А за посещение туалета… Нет, тут такое дело. У меня наличное к собой не оказалось. Спасибо тебе. Ну, есть же приличные люди. Детендом? Я на выезде видел указатель. Опять пьешь? Да, это я. Чтоб напряжение снять. Борь, что будем делать? Знаешь, не было дня, чтоб я не жалел о том случае. Я… Я понимаю, простить такое это… Это ты прости меня. Опять навалилась? Что такое? Что такое? Ох, блин. Закипело. Знаете, когда вы сказали, что вам нужно проверить версию, я подумала, что это какая-то показуха. Ну, эта женщина просто бриллиант. Как вы ее нашли? Ну, я бы, конечно, мог бы вам рассказать всю цепочку своих умозаключений. Но пусть это останется моей профессиональной тайной. Так, давайте отделим. На всякий случай, как вы собираетесь строить беседу? Ну, я скажу, что я знаю, что вас находят… Татьяна, извините, что перебиваю, но так вы только напряжете их. Ну, тогда мы можем сказать, что мы журналисты, или опять же, что мы из социальной службы. Вот, это хорошая версия. Но лучше из благотворительного фонда. Когда они услышат про деньги, они не потеряют бдительность. Можно наговорить им все, что угодно. Хорошо. Идемте. Привет. Хирург Тарасов. Запоминай. Тарасов. Да. Нужна вся информация, но, конечно, в первую очередь, компромат. Откуда я знаю, как его зовут? Вот вы и узнаете, как его зовут. У нас что, тысяча хирургов Тарасовых в городе? Ну, дебилы, ну… Как же это приятно, когда благотворительные фонды идут в провинцию. Скажите, а как к вам попадают дети? Ну, очень по-разному. Чаще всего по решению суда. Как преступники? Ну, почему? Как жертвы, скорее. Ну, схема обычная. Папа пьет-бьет, мама проститутка. Лишает их родительских прав. И вот, дети у нас. Ужас. А скажите, бывают какие-то еще причины? Ну, самые разные бывают. А вы что-то конкретное хотите спросить? Угу. Двенадцать лет назад на крыльцо универмага был подброшен мальчик. Ну, знаете, если вы действительно хотите помочь нашему детскому дому, вы посодействуете чем-то конкретным… Да, наш фонд довольно быстро рассматривает заявки. Правда? Да, был такой мальчик. Был? Почему вы говорите, был? С ним что-то случилось? Да нет. Шеф-здоров ваш, Андрюша Крылов. Крылов? Это его фамилия, Крылов. Знаете, мне очень срочно нужно с ним познакомиться. Просто… Ну, не все так однозначно. Правда. Так много нюансов есть и… Ну, я вам сейчас все объясню. Знаете, Андрюша, он обладает незаурядными аналитическими способностями. Он мог бы быть большим математиком, очень знаменитым шахматистом, но он предпочел карты. Да, он здесь уже в пять лет всех обыгрывал, а какие деньги собирал. Только вы не подумайте, мы совершенно против всяких азартных… Что? Серьезно? Всех обыгрывает в карты? Всех подряд? Ну, когда-то он самоволку на базар ушел и обыграл там одного из самых известных карточных шулеров. Вот тогда ты его, Эрнест, и увидел. Теперь он работает на него. Подождите, кто такой Эрнест и почему он на него работает? Ему только двенадцать. Эрнест – владелец покер-клуба «Золотой Остап». Формально он является Андрюшиным опекуном. У него оформлены все документы. А найти этого Эрнеста можно… Да, там же, там же. В покер-клубе «Золотой Остап». А скажите еще, откуда известна его фамилия, Крылов, если его подкинули? Знаете, его нашли под крылатым магазином. Местный, так называют, старый универмаг. А над крыльцом есть козырек, вот, в виде крыла. И еще одна капельница? Да. У вас анализы неважные. Кровь очень густая. А чтобы подготовить к операции, нужно разжижать. Вы извините меня, пожалуйста. Да, все нормально. У вас легкая рука, мне совсем не больно. Я за то, что покричала она вас тогда с гантелями и наговорила ерунды всякой. А вы об этом… пустяки. Просто хорошие люди, они должны жить. А гантели в вашем случае – это огромный риск. А с чего вы взяли, что я хороший? Да вы еще и скромный. Ну, благодаря вашим деньгам Машиному сыну сделали операцию и прогнозы очень хорошие. А без вашей помощи мальчик мог бы умереть. Так что вы берегите себя и жену вашу берегите. Светлана Ильинична совершенно удивительно. Приздоравливайте. Спасибо. Спасибо. Да… Удивительная она. В таких клубных заведениях жизнь начинается только глубокой ночью. Так что пока можем поселиться в гостиницу и перекусить. Да, Любимый. Нет, мне на какое-то время еще придется задержаться у мамы. Конечно, я дам ей найти. Целую. Сейчас мне звонить будет. Так, что же я ему должен доложить? Скажу, что вы под присмотром и сейчас у мамы, да? Блин, я же телефон потерял где-то. А где вы его потеряли? Да я сам не знаю. Ваш благоверный теперь мне всю кровь выпьет. А когда вернусь – кишки выпустит и денег не заплатит. Не такой уж она монстр. Такой-такой. Сейчас бы хорошо поскорее найти Андрея. Да… Тут и могут быть проблемки. Форбин Карасова. Что там? Что, совсем ничего? Такого не бывает. Ладно, пришли на почту. То, что есть. Я не понимаю, какие могут возникнуть проблемы с тем, что я просто хочу видеть мальчика. Нет, я просто предупреждаю. Если с документами все в порядке, максимум, что вы можете сделать – это просто поговорить с ним. И то, если опекун не против. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте. Можно нам, пожалуйста, два одноместных номера? Извините, мест нет. Как нет? Вообще? Сожалею. Хотя… Вот видите. Есть номер «Люкс». Для молодоженов. Ну, а можно его посмотреть? Идемте. Проходите. О, диванчик. Слава Богу, я буду спать здесь. А зачем тут столько зеркал? Ну, молодожены редко спят. А зеркала создают… Ну, поняли, поняли. Мы берем этот номер. Спасибо. Ну что, пойдемте в покер-клуб? Давайте я сначала в разведку схожу один. Ну, так сказать, осмотрюсь. Поверите, так будет лучше. Да, вы правы. Только, как только что-нибудь узнаете, пожалуйста, позвоните мне. Хорошо. О-о-о, позвонить не получится. Телефон потерял. Так я пойду? Да, конечно, идите. Понимаете, когда приходишь в такие заведения, так это… Вам дать денег на игру? Да. Ну, я… Я уверяю вас, я удвою сумму. Угу. Спасибо. Спасибо. Ну, не получилось. Ну, с каждым бывает. Да уж. Ты устал у меня, да? Да. Пельский повесил на тебя все. Угу. Хочешь, я помогу? Ну, я для тебя все сделаю, ты же знаешь. Бывают безвыходные ситуации. Что ты такое говоришь? Я раньше от тебя такого не слышала. Есть один человек, от которого теперь моя жизнь зависит. Правда? Ну, твоя, значит, и моя. Да. Викочка. Угу. Доктор этот… Больной на всю голову. Взяток не берет. Пациенты его благотворят. Не бывает же так, что во всем белый и пушистый. У каждого есть слабые стороны. Надо поискать. Да? Ну, да. А ты правда все для меня сделаешь? Правда. Делайте ваши ставки. Это ваше? Есть. Ставки сделаны. Флоп. Ну, понеслась. Ну, понеслась. Да. Ну что же, подождите. Не надо. Что вы делаете? Два, давай, давай. Не может быть. Понимаете, я сделал ставку до прикупа, потом он раскрылся и уфлевал, ну давайте разберёмся. Давай, Вова, хорошая смена. Да хорошая смена у него будет, понимаете, тут все шулеры. Да всё, без рук я ухожу. Счастливо, ребята. Давай, пока. Ну? В смысле? Ты мне что предлагаешь вообще? Я кто для тебя? Любимая женщина. Какая любимая женщина? Не похоже. Я ж не прошу тебя спать. А что ты меня просишь? Ну, чуть-чуть пофлиртовать, немножко соблазнить его, ну компромат мне нужен, ну. Я ж не прошу тебя доводить до секса. Допустим, я это сделаю. Я знал. Ты мой солнышко. А что я получу? В смысле? Ну, в прямом смысле. Мы три года вместе, ты мне голову морочишь, обещаешь постоянно что-то. Так мы поженимся. Когда? А когда ты хочешь? Сейчас хочу. Хочу подать заявление в ЗАГС. Да не вопрос. Что бы вас налоговая накрыла? Уроды. Парень, парень, погоди. Слышь, ты ж это, в клубе работаешь? Слушай, дед, шел бы ты куда шел. Да погоди ты. Есть возможность подзаработать. Тебя что, Эрнец подослал? Навшивость меня проверяет. А что, он и такое практикует? Да вроде на него не похоже. Андрей служит в клубе в качестве приманки для приезжих. Ну и предлагаю для разминки поиграть с пацаном. Берут на понт. Фишка в том, что ни один взрослый не воспринимает пацана, как серьезного соперника. Ну лохи ведутся и спускают, все под ноль. Ну это же опасно. Ну пока он под Эрнец там, он в полной безопасности. Охрана там на высоте, ваш друг вот. Так, что за свадьбу? Мы поняли. Его хоть там не обижают? Ну не без этого. Могут дать пару подзатыльников, если отказывается играть. Не думаю, что Андрею это нравится. Ну а кому это понравится? Пытался бежать несколько раз, но его возвращали. Скажите, а где мы можем его найти? Ну так он в клубе живет, на втором этаже. А найти его можно в зале. Зашибай деньгу для Эрнеста. Вы там его не видели? Так еще не утро, все. Нам нужен Андрей. Что ты посоветуешь? Не суйтесь. Лаконично. Это нам не подходит. Нам надо разработать подробный план операции. Это тоже нам не подходит. Ну так, что вы предлагаете. Вскрывайтесь. У девушки стреляют. Светлана Ильинична, здравствуйте. Какая неожиданная встреча. А вы? Забыл представиться. Управляющий казино? Эрнест. Эрнест. Споняли, да. А скажите, вы по делам или снова, так сказать? Хочу поиграть. О, это делает нам честь. Спасибо. Меня интересует определенный игрок. Ну, вы только назовите и все к вашим услугам. Андрей Крылов. Добрый вечер. Так, простите, вот хотел вам представить, это… Репатов. Хозяин казино. Как себя чувствует Владислав Андреевич? Мы слышали об этой ужасной аварии. Нормально, идет на поправку. Так я увижу Андрея или нет? Андрей… Так Андрей в это время обычно спит. Ребенок. Он такой… Да, я думаю, что все разговоры о возможностях Андрея значительно преувеличены. Легенда. А скажите, зачем он вам? Хочу его забрать. На каком основании? Вообще-то я его опеку. Не волнуйтесь, документы я переоформлю. Я думаю, что это невозможно при всем уважении к вам. Эрнст Павлович, уважаемый человек и официальный опекун. И так ни с того ни с сего отдать ребенка – нонсенс. Очень жаль. Нет, мы, конечно, можем, если… Я вынужден доложить Владиславу Андреевичу о вашем отказе. Все время забываю, где мой телефон. Ах, вот он. Я прошу прощения. А вы кто такие-то? Мы те, кто заберет тебя от Эрнести навсегда. Я уже сбегал, находили. Мы в курсе. Пойдем? Куда? Ну, что ты хочешь ночевать на улице? Да зачем на улице? С моим-то талантом я найду сто мест, где меня примут. Спасибо, что помогли выбраться. Пока. Ну, Андрей… Подождите, а чего вы его уговариваете? Без вашего прикрытия Эрнест вернет его за десять минут. Так что до встречи в Золотом Остапе. Пойдем, ладно. Ладно, я с вами. Спасибо за помощь. Надо уматывать из города. Пока мы передумаем. Вот чертова баба, а! Надо было ее сразу послать и… Да. А ты знаешь, что бывает с теми, кто идет против Бельска? Ну? А попробуем мы повернуть эту ситуацию в нашу сторону. Хм. Алло. Владислав Андреевич, добрый вечер. Извините, что так поздно. Да, Лепатов. Доложите, встретили вашу супругу по высшему разряду? Да, была. Ну… Сначала сняла номер для молодоженов с неизвестным мужчиной, а потом… Пошли вот отсюда! Хм. 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 Невский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Так. Спасибо вам большое. Без вас я бы никак не справилась. Рад был помочь. Да, я вот по поводу оплаты. Не волнуйтесь, я все оплачу, как мы договаривались. Да нет, я хотел спросить, можно мне взять гонорар не деньгами? Я тут проигрался в одном казино. Ценой вопрос – квартира. Если не будет денег, придется отдать квартиру и стать бомжом. И что вы предлагаете? Вам, Светлана Ильинична, достаточно замолвить одно словечко хозяину казино. Владислава Андреевича все знают и мне спешит долг. Я как-то побоялся ему говорить о своих проблемах. Отношения у нас напряженные. Да и характер у него, сами знаете. Он бы послал мне к чертовой матери с моими просьбами. А вы – совсем другое дело. Хорошо, я попробую. А это сложно сделать, да? Что именно? Вот вы даже не спросили, в каком казино я проигрался. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Да, просто не знаете как. Кто вы? Кто вы на самом деле? Все-таки догадались, да? Лана по сравнению с вами обыкновенная дура с амбицией. Ну и как вы это поняли? Да вот с самого начала, когда опять начал за вами следить. Вернее, я следил за Ланой. Потом эта авария, и Бельский снова позвал меня. Вы знаете, я смотрел на вас, и у меня всегда было такое странное чувство. А потом я понял, что именно меня смущало. Что? Взгляд. Глаза те же, что у Ланы, а взгляд совершенно другой. Пришлите мне название. Кого? Казино. Спасибо. Да, скажите, а зачем вам это все? Какая у вас цель? Вы собрались уничтожить Бельского? Не поверите. Спасти. Не поверите. Спасти. Не поверите. Спасти. Как телефон вибрирует, знаете? Телефон. Я дышать пытаюсь. Я дышу, дышу. Не дышится. Задыхаюсь я. Вот. У меня подруга психиатр, она говорит, что это паническая атака. Я думаю, это сердце. 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 Да, да. Вы знаете, панические атаки сердца тесно взаимосвязаны. Это обусловлено общими реакциями организма на выброс в кровь в момент опасности гормона страха. Адреналин. Аллочка, принесите мне, пожалуйста, историю болезни Лаврентьева О. Так вот же, я уже принесла. О, там в буфете… Что-нибудь поесть принесите, пожалуйста, а то я проголодался. Сердце, говорите? Сердце стучит у меня. Сердце. Тяжело, так тяжело. Ну, вы же мне поможете? Вы же доктор, все-таки… Обязательно. Давайте, помогайте. По прямую. Я врач опытный. Я сейчас… Сейчас, сейчас, сейчас… Что вы делаете? Помогаю. Ой, придурок. Да. Алло. Кто все сделал? Кто молодец? Ты молодец. Добрый день, Герман Николаевич. Куда отправлять хотел? Пришли мне на почту. Добрый, точно. У меня для вас две новости. Обе хорошие. Владислав Андреевич вчера встречался с врачами и дал добро на операцию. А вторая… Состояние Светланы Ильиничной значительно улучшилось. Как? Что значит лучше? Почему? Вас это расстраивает? Да нет. Это, конечно, просто неожиданная новость. Она пришла в себя? Нет. Речь пока идет только о работе мозга. То есть она без сознания? Конечно. Вы меня извините. У нас сегодня собрание. Меня ждут. Значит, хозяина казино зовут Михаил Борисович. Его жену Наталья. Лана сошла с ней на поте общей любви к бриллиантам. Ага. Вот. Хорошо. Я позвоню вам. Ага. Ну, пока. Что-то ты неважно выглядишь. Прости. Неудачная шутка. Герман, набери Лану. Где она? Это после того, что ты узнал от Липатова. Ты хочешь… Я не могу ее услышать лично. Аппарат вызываемого абонента выключен. Или на улице объездом до действия сети. Ну? Ладно, не буду мешать. Владислав Андреевич, как настроение? Бодро. А поведу не скажешь. Если переживаете по поводу предстоящей операции, я спешу вас успокоить. Операция рядовая. Я таких более ста провел. Поэтому волноваться не о чем. А… Как себя чувствуете сейчас? Покалывание, тошнота. В окружении. На УЗИ сердца его и результат быстренько. Мама. Мам, давай еще раз Вере позвоним. Зачем? Ты же слышала, она сказала, Ева ушла и больше не возвращалась. Что? Что ты еще хочешь услышать? Мам, я не знаю, как ты можешь вот так вот спокойно раскладывать свои карты при таких обстоятельствах. Обстоятельства создаешь, между прочим, ты со мной. Так, Лен, вот чай с Мелиссой, мед. Давай чашечку надо выпить. Тебе нужно успокоиться. Давай, давай. Спасибо, Боря, но я не хочу вот сейчас. О! Я же говорила, не о чем обеспокоиться. Ну, как это не о чем? Ну, почему трубку не берешь? Мы здесь чуть с ума не сошли. С тобой все в порядке? Простите меня, просто я не знала, что я задержусь и не взяла с собой зарядку. Вот оба телефона и сервера. Оба? Вот пришло два аппарата. Зачем? На всякий случай. Знакомьтесь, это Андрей. Здрасьте. Здрасьте. А ты откуда? Я? Я из Лосиновки. Денадцать пропущенных от него. От кого от него? Мне нужно ехать срочно. Давай, заряжайся скорее. Ну, по чуть-чуть. Слушай, как обижать? Ну, куда обижать? Ты только пришла, а? Пусть идет. Слушайте, я обязана знать, что здесь происходит. Лен, Лен, успокойся. Ну, главное, что съева все в порядке. Выпей. Мамочка, я потом все объясню. Мне пора. Так, ты оставайся здесь. Они хорошие. Покормите ребенка. Он со вчерашнего дня ничего не ел. Ничего не понимаю. Ну, идем. Андрей из Лосиновки. Руки быть. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Это кто? Светлана Ильинична, это Маша. Медсестра из клиники. А где Влад? Владислава Андреевича готовят к срочной операции. Почему? Ему что, стало плохо? Да, да, да. И УЗИ подтвердило, что состояние критическое. Скажите ему, что я выезжаю, а скоро приеду. Светлана Ильинична, да вы не волнуйтесь, я все передам. ПОДПИСЫ Шашладо. Все нормально. Почему вы мне ничего не сказали? Не волнуйтесь. Не сказали, потому что я не смог до вас дозвониться. Что с ним? Ему опять плохо? Нет, теперь все хорошо. Его будет оперировать один из ведущих хирургов. Что это? Что это? Документы. Попылительный фон надо подписать сейчас. Сегодня день рассмотрения документов. Следующий через месяц. Хотите, чтобы больные дети подождали. Где подписывать? Здесь. Все. С Сбельским. Владислава Андреевича отвезли уже на операцию. Проводите меня туда, пожалуйста. Я не могу, у меня сейчас уколы срочные. А давайте я вам Таню найду. Она вас проводит. Нет, просто скажите, как идти. Поставила ему капельницу. Вот сюда, пожалуйста. Спасибо. Ой, здравствуйте, Николай Петрович. Да, Тараза. Можно у вас буквально пару слов? Извините, у меня операция. Это в ваших интересах. Одна минута. Прошу вас. Что делать? Подождите, что вы делаете? Вы что, из нормальной чего-то встали? Встань с меня, Господи! Вы что, придурок какой-то. И откуда это у вас? И что это все значит? А, что это значит? А, что это значит? Это изнасилование. Разве не понятно? Это глупость. Это неправда. Это все было по обоюдному желанию. Да? А по видео этого не скажешь? Ну и чего вы хотите? Вот. Правильный вопрос. Одну маленькую, незаметную ошибку на операционном столе. Ваш пациент Бельский. Он уже практически труп. Надо просто помочь ему. Вы с ума сошли? Я врач. Вы, наверное, не понимаете, Николай Петрович. Это видео будет интересно не только вашей жене, а также правоохранительным органам. Ой, а мы еще в социальные сети их запустим. Представляете, какие рейтинги. Но это же не преступление. Это преступление. Это изнасилование. Ну, подумайте. Подумайте. Первое. Это конец вашей врачебной карьеры. Второе. Заявление в полицию уже написано. Третье. Вас посадят. Ну, а вы знаете, что с насильниками там делают. Да? Кошмар. Я давал клятву Гиппократу. Николай Петрович, вы не волнуйтесь. Бельский без вас через полгода умрет. Я это видео уничтожу. Мало того, что уничтожу, я вам еще хорошо заплачу. Вот и хорошо. Что за? Ева! Стой! Надо поговорить. Да подожди ты. Да подожди ты. А Лана была умнее. Помогите! Откройте! Помогите! Кто-нибудь, помогите! Помогите! Вы меня слышите? Вы что, не знаете кто я? Позовите жену. Я к вам обращаюсь. Герман. Ну что, готов? Герман, скажи им, что я запрещаю меня оперировать, пока я не поговорю с Ланой. Они меня не слышат. Слушай, ну нельзя медлить, речь идет о твоей жизни. Лана не придет. Ее видели с каким-то мужчиной и… Я тебя прошу, ты должен сейчас успокоиться и довериться профессионалам. Ты понял? Мы можем начинать? Извините, но я должен получить команду от Николая Петровича. И! 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, наконец-то. Будем начинать. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите, нет! Смотрите, трогайте! Влад, они хотят тебя убить, но я уже вызвала полицию! Слышишь, я уже вызвала полицию! Что здесь происходит? Это Герман сговорился с вот этим вот! Они хотят тебя убить! Они хотят, чтоб ты умер на операционном столе! Что за бред? Уберите девушку отсюда! Кого ты слушаешь? Это не Лана! Слышишь, Влад? Это не Лана! Лана! Это аферистка, которая хочет только твоих денег! Это неправда! Это неправда! Да, её зовут Ева! Ева Крылова! Лана! Да, я Ева, но тут дело не в деньгах! Влад! Влад, пожалуйста! Влад! 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 Так, нам нужно начинать операцию! Все посторонние! Покиньте помещение, пожалуйста! Уберите от меня руки! Герман! Герман! Руки уберите! Покиньте помещение, пожалуйста! Уберите от меня руки! Покиньте помещение, пожалуйста! О, я от меня! Покиньте помещение! Покиньте помещение! А такого не было! С середины прошлого века! Девочки, не ссорьтесь! Сейчас всё выясню! Извините! Покиньте помещение! Прошу! Андрей, расскажи нам, пожалуйста, о себе! Андрей Крылов! Крылов? Ну, меня подбросили к гастроному, которого крылышко везло! Вот и получился Крылова! А что, не нравится? Почему? Очень хорошая фамилия! Я, например, тоже Крылова! И я! Не всем так везет! А у меня? Попукалова! Серьезно? Не отвлекайся! Ну, в общем, рассказывать не о чем! Просто в детдоме! Последние два года брал на карту лохов в золотом остапе! Жил на долю в двадцать пять копеек! Понятно! Юноша говорит, что он обманным путем обыгрывал людей! Получал четверть заработанного! Чего так мало-то? Да мне хватало! Не в деньгах шесть! Серьезно? Я не понимаю! Причем здесь Ева! А это кто такая? Дочь моя! Ну, это чмара, с которой ты сюда прискакал! Мама! Ну, он не врубится иначе! А вообще-то ее все Светланы Ильиничной называли! Доченька! Пап, все хорошо! Я просто очень сильно устала! Тебя уже покормили? Хорошо! Обживайся, ты тут надолго! А я спать пойду! Ева, погоди! Ты объясни, кто это такой? Что, уже что-то натворил, да? Судя по жаргону, может! Был бы мой внук, я бы выпорола его! Для профилактики! Ну и компашка! Можешь пороть, он твой правнук! Что? Твой план сработал! Ты же сама говорила, поспела его признаться! В чем? В чем? В любви! Ты что, не понимаешь? А? И? Ну, у нас сегодня третье свидание! Понимаешь, что это значит? Поздравляю! Лариса, как там? Материалы для клиентов готовы уже все? Ну, конечно, Денис Сергеевич! Ну, тогда карета подана! Давайте ехать, иначе попадем во все пробки! Да, все, пока! Аппарат называемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети? Что? Как она сейчас? А вот съел! У вас же вся семья Блиновых в гостях! А вы заходите с этого! Кого семья? Все тоже у вас на руках! Маглец, ты что, карты пометил? Ничего не митила, я просто посчитала. Все, разговорчики в строю. Слушай, так я выигрываю, значит, да? Не выигрываю? Да ну тебя и богу. Вот зачем вот? Вы слово блеф когда-нибудь слышали? Я сейчас с тобой, знаешь, что сделаю? Дайте мне кто-нибудь ремень. Раздавай. Давайте. Давай. Добрый вечер. Добрый. Может, сейчас хоть удастся говорить? Доченька, все нормально? Ну, в общем, нам пора уезжать. Если ты хочешь, мы можем еще остаться. Не надо поезжать, все будет хорошо. И, пап, прости меня, пожалуйста, я там наговорила всякого. Прости. Все хорошо. Шулер! Не умеете играть, не садитесь. Да кто играть не умеет? Давай-давай, по-честному раздавай. Можете поезжать спокойно, эти двое мне скучать не дадут. Привет. 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 Его кто-нибудь видел? Да, вот туда пошла. За стеллажом. Солнышко, ты чего? Так нельзя. Ну, перестань, все-все-все, перестань, ну… Ну, все, все мужики и козлы. Твой тоже? Мой, в первую очередь. Я даже не знаю, что нужно сделать для того, чтобы… Зайчик, у тебя аллергия на котов, ты знаешь? Да. Мариш, ну прости, я должен бы как-то отреагировать по-другому. Не должны были ссориться. Идиот. Да, я идиот. Бегом дуй в аптеку, выпей там все, что есть от аллергии. Ну, Мариш… Быстро, котай меня отдай. Я Люське подарю, она мечта. Ну, что ты смотришь? Дома поговорим. Манипулятор. Ну, что, вовремя сделать не может, правда? Да, мой хороший. Так, а ты пойдешь со мной? Ну… Ну, что, вовремя сделать не может, правда? Да, мой хороший. Ну… Я вас слушаю. Мы в клинику. Для вас клиника закрыта. Всего хорошего. Так, ты знаешь, кто это? Знаю, поэтому вам лучше уйти. Так, слушай сюда, страж порядка. Если ты не хочешь, чтобы я позвала сюда сто активистов и устроила ад из твоего дежурства, ты нам позовешь этого… Бельского. Бельского. Или кого ты там можешь позвать. Иначе Брахмапутрой клянусь, я устрою здесь такую манифестацию… Ладно, подождите здесь. Так-то лучше. Брахмапутрой? Чего, сработала ж? У вас одна минута, слушаю. А вы кто? Помощница Владислава Андреевича. После ваших афер весь персонал был заменен. Вы, Ева, внесены во всевозможные черные списки, поэтому мой вам совет, не попадайтесь на глаза господину Бельскому. Так, слушай, сюда. Погоди. Простите, пожалуйста, скажите, с ним все в порядке. Операция прошла успешно. Владислав Андреевич отправляется на реабилитацию за границу. Простите, у меня нет больше на вас времени. Ну все-все-все-все. Ну чего ты, ну чего ты? Дыши. Ты же знала, что это всего на пару дней. Ну? Я сразу как увидела свои фотографии с ним. Ева. Ланины фотографии. Ну, ну чего, дышим, дышим. Давай. Давай, дыши. Вдох, выдох. Давай, давай. Че-че-че. Ой, господи, господи, боже мой. Бабушка. Спасибо, что вытянули из Остапа, но здесь не останусь. У вас и без меня с проблемами перебор. Удачи. Если я ему сказала что-то, ну Ева, ну это же только ради его блага было. Только этого мне еще не хватало. Ну и где мы теперь этого паршивца искать будем? Не знаю. Я вас еще раз спрашиваю, кем он вам приходится? Вы что, ненормальный? Я же вам сказала, мне он приходится правнуком, ей он приходится племянником. Документы. Последняя фотография. Что за человек? Ну нету у нас его документов. Так, гражданка. У нас нету его документов. Извините, простите, пожалуйста, бабуль, пойдем. Что-то, что-то, что-то нет, дедушка, будто я буйная какая-то. Я, я жаловаться буду. Я тебе говорю, мы, Андрей, никто. По документам его опекун Эрнест. Ну что ж теперь ребенку, пропадать что ли? Светлана! Не прошло ее десять лет. Это кто такой? Да так, один знакомый одолжил, кое-что никак вернуть не может. Да я мамой клянусь, все было. Я уже собрался ехать к вам, но… Но вспомнил, что забыл здесь подмести. Пять суток получил за неподчинение. Где флешка? Она была. Но черт меня дернул сесть в карты играть. И пришлось все поставить. Буквально все. Самое обидное, что вставил меня в карты прыщ малолей. Бабуль, подожди. Кто, говоришь, тебя вставил в карты? Прыщ. Могу показать. Покажи. Ну, короче, если это он, я тебе ничего не должен. Договорились? Ну, вряд ли тебе его отдадут. Наши вам. С кисточкой. Молодец. Что-то я всю жизнь играю, такого не вижу. Это что такое? Я все дурака не люблю. Да и ставки какие-то дурацкие. Ну, тогда собирайся, пойдем домой. Что значит домой? Я отыграться хочу. А как вы меня нашли? По запаху. Собирайся, говорю. Никуда он не пойдет. Пока не отработает ночлег и жрату будет. Пойдет. Ты кто такая? Лана Бельская. Жена Бельского. Да ладно? Ты чего? А, ничего. Ставлю чмару и лоха против каталы. Рисковая мама. Сынок, шевели поршнями-то, а. Еще. Себе. Себе. Это что, Ваклан? Присел, да? Вот так. Пошли домой. Как вы это сделали? Я не понял, это что сейчас было? Так это что сдавал? Что, бабку не мог обыграть? Теряемся! Так все-таки, как вы это сделали? Что, я зря молодость сгубила с этим фокусником, да? Мы-то тебе чем не угодили? Да вы-то хорошие. Но? Ну, не могу я на халяву жить. Я зарабатывать привезу. Ой, у тебя учиться надо, а не работать. Опачки. Что такое? Кажется, ты снова Лана Бельская. Так, сделай гордый вид. Пошли. Пойдем. Идите домой, я сейчас буду. Заработать хочешь? У меня посуда немытая, три дня. Между прочим, по твоей вине. Здравствуйте. Документы нужно подписать. Какие? Ну, ты же там фонд затеяла. Теперь без тебя все стоит. А? Конечно. Да, не обманул Германа. Ты действительно ненормальная. Что, простите? Да ты почитай, что ты подписала. Прошу назначить меня главным крючко-сгибателем на яхте беда. Что это? Когда мне Герман рассказал, как ты подписала свое завещание, а точнее смертный приговор, я не поверил. Но… Завещание? Да, потом расскажу. Мне нужен твой совет по одному очень важному делу. Поможешь? А ты меня приглашаешь в качестве кого? Ты слишком требовательна, как для обманщицы. Так что, поедешь? Ставлю на то, что она не вернется ночевать. Договорились. Никаких азартных игр, иначе никаких ставок. Ну, извините, я просто… Все. Докончили разговорчики. Надеюсь, она сегодня не вернется. Я хочу расставить все точки над «и». Я поехала с тобой только лишь потому, что чувствую себя немного виноватой. Немного? Ты выдавала себя за мою жену, а служба безопасности до сих пор считает тебя соучастницей преступления. И тем не менее. Герман прав. Ты крепкий орешек. Герман? Он что, до сих пор на тебя работает? Нет, конечно, нет. Но, напоследок, он… Напоследок, он в тюрьме? Нет, он слишком много знал. Я не мог его знать. Он жив? Да, конечно, жив. Я против убийства, хотя… Герман… Заслуживает этого. Это он был любовником Ланы, и с самого начала хотел меня убить. После моей смерти, согласно прачному договору, все принадлежит Лане. Запудрить ей мозги, заставить переписать все на себя, было бы делом техники. Но ему помешала авария. Представляешь? Он уже почти отчаялся, и вдруг… Появляешься ты… М-м. Все. Эй-ка, заберу от тебя от греха подальше. Крапленая ведь, наверное? Так говорили в прошлом веке. А я, по-твоему, откуда? Все. С этим покончено раз и навсегда. Понятно? И что делать будем? Всякие там семейные легенды, фотографии. Вот, Андрюша, твои корни, да? Начнем с борща. Слава Богу. Я уж думал, никогда не предложите. Руки мойди. Кстати, по поводу твоего приговора. Ты подписала завещание, согласно которому Лана передает все движимое и недвижимое имущество другу семьи, идейному вдохновителю и бессменному партнеру по бизнесу, то есть Герману. Ужас. Сколько же человеку нужно? Ты что, ему мало платил? Ну, видимо, он считал, что да. Хотя этот идиот старался не только для себя. Весь мой бизнес он хотел продать моим конкурентам. Обо всем договорился, даже взял аванс. Ира. Ира, не бросай трубку только, пожалуйста. Это я. Вера, я хотела тебе сказать, в общем, приезжай. Да, ты не ошиблась. Я тебя зову. Подожди. Подожди, ты… В общем, ты приезжай, и мы потом будем решать, кто первый должен просить прощения. Все. Все, я жду тебя. Как Лана? Есть надежда. Лана умерла неделю назад, не уходя из комы. Мне очень жаль. Спасибо, я сам. Почему ты мне ничего не сказал? Я сам узнал от Германа в последний момент. Ты ведь совсем не знала ее. Но у меня вдруг появилась сестра. Родная сестра. Ты замечательная. Здравствуй, Ев. Федор Матвеич. И ты, Брут. Помилуйте, Владислав Андреевич. Федор Михайлович. Федор Михайлович. Ну, идем? Пойдем. Кое-что покажу. Федор Матвеич. На самом деле, я никогда не любил стилю Ланы. А зачем ты меня сюда привел? Посоветоваться. Вот, нужно утвердить дизайн. Дизайн. В этом зале хочу устроить свадебную церемонию. Ну, я думаю, что такие вещи должна решать хозяйка. Ты же понимаешь, что всегда будешь во мне видеть только Лану? Наоборот. Это в ней я всегда хотел рассмотреть тебя. Лану. 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 Продолжение следует...